Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня с вами Ирина Чекунова. За 9 месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 3000 недостатков в содержании уличной дорожной сети. К административной ответственности привлечено более 200 лиц, отвечающих за эксплуатацию дорог. Что делать и куда обращаться, если вы попали в ДТП из-за некачественного дорожного полотна или выбоины? Об этом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Представляю нашего собеседника. Сегодня у меня в гостях Юрий Сергеевич Буданцев, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери. Юрий Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Мы сегодня говорим о качестве дорожного полотна, о качестве дорог. И начнем, наверное, с хорошего. Дороги в городе меняются и меняются в лучшую сторону. Что за последний год-два изменилось? Конечно, все автомобилисты и пешеходы это видят. Но давайте еще раз о красоте-то поговорим. Ну, в настоящее время у нас на территории Тверской области, ну, в принципе, как и всей Российской Федерации, реализуется основной национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого производится, соответственно, ремонт дорожного полотна. Одно из основных действий, да, этих выполняемых в рамках проекта с дорогами – это ремонт дорожного полотна. И также производится, соответственно, обустройство тех или иных технических средств организации дорожного движения, повышающих безопасность на дорогах. Это в первую очередь должно влиять на безопасность как автомобилистов, так и пешеходов. Всех участников дорожного движения. Но, к сожалению, стоит отметить такой негативный фактор все-таки, что для автомобилистов улучшение качества дорожного полотна в большинстве случаев почему-то влияет только на увеличение скорости движения. Если хорошая дорога, если нет ямы, да, то можно гнать. Да, да, да. И никто не задумывается, что при увеличении скорости, ну, никто, многие не задумываются, что при увеличении скорости движения транспортного средства, выходящего на дорогу в положенном, в неположенном месте пешеход, будет менее заметен для водителя. И, соответственно, чем больше скорость, тем больше вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия. Причем, неважно, с пешеходом, с другим транспортным средством, в том числе и потеря управления транспортным средством, наезд на препятствия. Все это в основной своей массе ведет, влечет за собой выбор неправильной скорости движения, да, в процессе управления транспортным средством. Вот, поэтому не всегда позитивно сказывается на нашей статистике улучшение качества дорожного полотна. Именно поэтому мы сегодня еще раз обращаемся ко всем водителям, имейте голову, да, и думайте, и соблюдайте правила дорожного движения, да. Несколько слов об тех дорогах, которые преобразились. Ну, в первую очередь у нас преображаются, конечно, магистральные улицы города, да. У нас вот прошлый год у нас был полностью заменен асфальт, да, на таких крупных улицах, как Набежная Афанасия, Никитина, улица Горького. В этом году Петербургское шоссе, да, сделали улицу Благоева. Прошлый год также был ремонт. Соответственно, по центральному с пролетарским районом, да, у нас дороги были сделаны, так скажем, еще на первом проданном варианте в 17-м году, да, вот магистральные проспекты Тверской, Чайковского, Ленина, 50 лет октября, улица Советская, да, улица Вакжанова. У нас, в принципе, весь центр был преображен еще в то время, да. В этом году мы в рамках также дополнительного финансирования была проведена реконструкция, ну, не реконструкция, ремонт Московского шоссе, да, тоже был ряд, так скажем, негативных точек зрения со стороны потребителя, да, со стороны водителей по итогам ремонта этой улицы. Но на данный момент мы имеем фактор снижения тех видов дорожно-транспортных происшествий, которые концентрировались на Московском шоссе, и точное разделение, так скажем, встречной попутной полосы, да, разделение дороги на три, на трехполосное движение привело к снижению количества встречных столкновений на Московском шоссе, как коими оно славилось на протяжении долгих лет, будучи вот в этой, так скажем, в двухполосной конфигурации. Да, аварий было много. Аварий было очень много, ну, к сожалению, мы, конечно, не искоренили там, да, все равно некоторые виды ДТП остались, но, опять же, в большинстве своем дорожно-транспортные происшествия вот сейчас на Московском шоссе связаны все равно со скоростью. Как мы уже сказали, дорога хорошая, водители разгоняются, не всегда успевают остановиться перед другим транспортным средством, стоящим на светофорном объекте ряд дорожно-транспортных происшествий, таких уже происходило даже в период еще ремонта. Да, у нас там был пример тоже ДТП с пострадавшими, ну, не сильно там телесные повреждения, но они были у людей, да, когда скорая помощь, остановившись на перекрестке, получила в заднюю часть, так скажем, удар от классики нашей, да, от советского автопрома, который не смог остановиться, достаточно энергично передвигаясь по дороге, не смог в свое время остановиться, получилось столкновение, да, со скорой помощью. И таких примеров, к сожалению, достаточно. Мы говорим, если о качестве дорог, вот вы сказали, что в начале еще проекта, это еще 17-й год мы вспомнили, да, держится полотно, то, что сделано, потому что иной раз ремонт осуществлялся таким образом, что приходилось каждый год асфальт менять. Нет, ну, сейчас мы видим, да, в принципе, был ряд недостатков, которые оперативно устранялись, но, опять же, они в большинстве своем связаны с итогами работы наших ресурсопоставляющих организаций, которые, ну, к сожалению, никак, наверное, не получается у муниципального образования с ресурсниками составлять правильные графики, чтобы не получалось так, что мы соблюдали примету российскую, да, и после укладки нового асфальта начинали копать. Да, 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 потом сходит снег, сходит асфальт, и все по новой. Да, 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 но, опять же, все равно, да, при должном и подобающем контроле со стороны администрации города Департамента дорожного хозяйства эти шероховатости, так скажем, в восстановлении дорожного покрытия, они устранялись своевременно, да, в принципе, мы, вот, я говорю, тот же самый Тверской проспект, мы уже имели на нем ряд раскопок, которые в настоящий момент, ну, выглядят как положено, да, и требования соблюдены по асфальтно-бетонному покрытию. Юрий Сергеевич, год был непростой, вернее, вот такой вот у нас отрезок временной довольно-таки долгий получился, ремонт Курупского путепровода, да, когда автомобилисты, чертыхай, что называется, вынуждены были с вашей помощью, с помощью администрации менять график проездки до работу, обратно, до работы и прочее. Что сейчас? Ремонт завершен, на ваш взгляд, качество выполненных работ? Ну, прям, знаете как, мы готовы, может быть, внешне оценить, да, качество выполнения работ на самом путепроводе, потому что это все-таки полномочия заказчика, да, проверять качество выполненных работ. С нашей стороны, там, ну, осталось ряд, может быть, некоторых острых вопросов именно в инфраструктуре вокруг моста, да, в том числе и вот в этом году сделали. Под мостом, да, делают еще, по-моему, насколько я знаю, не до конца закончен вот ремонт всех разъездов под путепроводом, да, под Крупским. Вот, на подходах к путепроводу сейчас вот мы совместно с администрацией и правительством Тверской области решаем вопрос оборудования участка средствами фото-видео фиксации, потому что, как опять же, мы, да, мы получили хорошую дорогу, водители с моста спускаются с превышением зачастую скоростного режима, да, а вблизи, уже на зеленом проезде мы имеем остановку общественного транспорта, имеем пешеходный переход в настоящее время пока нерегулируемый, да, через довольно-таки широкую дорогу, среди с чем мы, ну, вот в совокупности решаем вопросы в виде фото-видео фиксации оборудования, либо приведение пешеходного перехода в режим светофорного регулирования. Если мы говорим о недостатках содержания уличной дорожной сети, какие это в основном недостатки выявляются? Как часто вы выезжаете на дорогу, чтобы посмотреть недвиг, где яма, канава или чего-то там? Ну, в рамках рассмотрения материалов ДТП, обследования мест совершения ДТП, да, наиболее часто выявляемые недостатки, это у нас, конечно, либо повреждение дорожного полотна, либо само содержание дорожной разметки, да, точнее сказать, ее отсутствие, нечитаемость, да, дорожной разметки, вот. По таким выявленным недостаткам выдаются, соответственно, государственными инспекторами Дорожного надзора выдаются предписания в адрес хозяйствующих субъектов на данных дорогах, да, и контролируются сроки их устранения. Сроки это в основном какие? Сколько даже? Ну, на самом деле, на каждый недостаток свой срок, да, плюс та же самая разметка, мы должны понимать, что если сейчас у нас выдалось очень приятное бабье лето, да, простите за выражение, да, 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 то основная часть года у нас, причем, к сожалению, последних нескольких лет сопровождается обильными осадками, да, что приводит, ну, просто к физической невозможности качественного нанесения разметки, да, ее можно нарисовать, но она как высохнет асфальт и сойдет и краска вместе с ним. Поэтому, конечно, эти варьируются по ходатайствам, сроки устранения недостатков варьируются, каждому свое, да, вот на повреждение дорожного полотна один срок, на восстановление дорожного знака другой срок, да, на восстановление дорожного знака, связанного с приоритетом транспортных средств, да, регулирования проезда перекрестка, там вообще минимальные сроки, да, там до трех часов, если я не ошибаюсь, да, должен у хозяйствующий субъект восстановить дорожный знак, вот. По ямам, так называемым, да, по выбоинам срок 10 суток устранения, да, этих повреждений, вот. Ну, опять же, все зависит от погоды, если в эти 10 суток будут идти проливные дожди, то, понятное дело, по мотивированному ходатайству на хозяйствующих субъектах мы продлеваем эти сроки. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Юрий Сергеевич Буданцев, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Твери. Юрий Сергеевич, сегодня говорим о качестве тверских дорог, вот говорили о том, что выявляются недостатки, что на устранении каждого недостатка положен конкретный срок, а как охотно идут, скажем так, на взаимодействие с ГИБДД власти, и не приходится ли наседать, как это было в прежние годы, я очень хорошо это помню. Да, знаете, как вам сказать, власти-то идут охотно, да, на встречу же, особенно когда уже пахнет какими-либо процессуальными решениями. Страфными и санкциями. Простите за выражение, да. Нет, в первую очередь, конечно, все настроено, весь диалог с администрацией, с департаментом дорожного хозяйства ведется на оперативность устранения работ. Но мы все всегда понимаем, что кроме форс-мажорных погодных условий, да, есть еще ряд других препонов, в которые зачастую упирается департамент дорожного хозяйства с обслуживающими организациями. И если эти препоны, ну, нам, так скажем, кажутся необъективными, да, то в таком случае, конечно, хозяйствующий субъект привлекается к административной ответственности за неисполнение предписания в установленный срок. Ну и кроме того, сам факт наличия какого-либо недостатка, да, в содержании уличной дорожной сети, как по разметке, по ямам, да, вот, а в особенности в этой части, да, то он сам по себе уже подразумевает наличие в действиях того или иного должностного лица либо юридического уже состава административного правонарушения по статье 12.34 КОАП РФ, да, по содержанию дорожного полотна. Кстати, звонят вам сами автомобилисты, какие-то примеры приводят, что нужно привести в порядок ту или иную улицу? Обращений поступает достаточное количество, да, но в первую очередь, не знаете, как не в первую очередь, понятное дело, что мы надзорный орган, да, мы должны суметь охватить все, весь объем, да, этой поступающей информации, вообще весь объем дорог областного центра, но в первую очередь, да, конечно, ну, знаете, как правильно сформулировать, стоит отметить, что, ну, любое, наше, наше любое действие влечет наложение административного взыскания, скажем, на хозяйствующий субъект, на юридическое лицо, да, мы понимаем, да, что это у нас все, в принципе, бюджетные организации, что департамент, администрация, и, может быть, можно порекомендовать, да, людям обращаться все-таки в первую очередь в инстанцию в виде администрации, да, чтобы они сами успевали своевременно отреагировать, да, прежде чем мы уже будем проявлять свои надзорные полномочия. Еще раз давайте это акцент сделаем, потому что многие считают, что вот ГАИ не ремонтируют дороги, ГИБДД дороги не ремонтируют. Да, 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 давайте еще раз скажем нашим... У нас таких стройбата нет, да, подразделения стройбата нет, ГАИ это надзорный, госавтоинспекция это надзорный орган, который проверяет правильность применения, да, технических средств организации дорожного движения, состояние дорожного полотна и иные, да, регламентированные, соответственно, нюансы в содержании уличной дорожной сети, но в первую очередь хозяйствующий субъект, да, дорог города и, соответственно, лица, отвечающие за их содержание и состояние качества, да, это администрация города и департамент дорожного хозяйства. Есть ли здесь взаимодействие с другими правоохранителями, в том числе с прокуратурой Тверской области по состоянию дорог? Ну, в рамках прокуратуры, то есть, если мы наблюдаем, к сожалению, негативное, да, негативное, отсутствие, точнее сказать, реакции со стороны хозяйствующего субъекта, то при выдаче повторного предписания на устранение тех или иных недостатков, мы, соответственно, направляем, уже у нас нормативно предусмотрим, мы направляем информацию в прокуратуру, соответственно, по территориальности, да. Вот как сейчас я знаю, что должны исправить тротуары на проспекте, на Волоколамском проспекте Победы, вот есть уже решение прокуратуры, должны привести в нормативный порядок. Ну, там у нас, да, у нас кроме Волоколамского проспекта у нас имеется еще ряд довольно каких-то проблемных улиц, даже не то, чтобы привести тротуар в нормативное состояние, зачастую у нас встречаются улицы, где он должен быть, но его и просто нет, да, и люди вынуждены двигаться по обочинам, это очень часто встречается у нас в частном секторе, да, вот такие микрорайоны, как Крупский, Первомайский, да, то есть зачастую где должен быть тротуар, там за его, так скажем, видимость представляется, простите за выражение, какая-то козья тропка, протоптанная вдоль заборов, да, этих частных владений, а как такового обустроенного пешеходной зоны и тротуара нет, да, хотя по нормативам, да, по нормативам многие дороги попадают в то требование, где вдоль жилой застройки должны проходить тротуары. Но это у вас под контролем, то есть это все должно привести? Ну, в принципе, это совместно опять же ведется, да, по, мы, ну, это не вопрос госавтоинспекции, да, но мы тоже должны его понимать, что все-таки это каждый, любой объект строительства, он требует финансовых вложений, понятное дело, что наша администрация, она действует из лимитов своих бюджетных осигнований, так называемых, вот, но безопасность от этого не должна страдать, поэтому... Несколько слов о состоянии уличной дорожной сети в лесопообразовательных учреждениях, это школа, детские сады, вообще безопасность детей, потому что здесь уже мы говорим об этом. Ну, там, значит, соответственно, в рамках вот объявленного в том числе губернатором Труйской области двухмесячника безопасности, да, были проведены дополнительные обследования уличной дорожной сети в районе образовательных учреждений, вот, в рамках которых выявлены недостатки были, соответственно, переданы на устранение департаменту дорожного хозяйства. Ну, основная часть это у нас, конечно, как всегда, это содержание пешеходных переходов в районе образовательных учреждений, отсутствие направляющих пешеходных ограждений и искусственной дорожной неровности, да, требующиеся для снижения... Так мы называемые лежачие полицейские. Да, 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 для снижения скоростного режима при проезде вдоль образовательного учреждения, потому что мы должны понимать, что дети у нас, как бы мы ни старались, не всегда, в полном объёме воспринимают те доводы, то обучение, которое им доносится, да, параллельно... Хотя, кажется, вы уже работаете с ними из детских садов? Мы работаем, но тут надо отдавать, да, должное психологическому аспекту детей, да, то есть у них идёт поглощение информации не только нашей, да, развитие происходит во многих направлениях, зачастую не всегда хватает сконцентрированности им, да, для того, чтобы отделить тот момент, когда они уже подходят в опасную зону дороги и перераспределить своё внимание, да, на происходящее вокруг на дорожном полотне. Поэтому всё должно, соответственно, вокруг образовательных учреждений всё должно максимально приводиться к тому, чтобы минимизировать от детей вот эту потребность, да, в перераспределении своего внимания. Ну, если уже мы начали говорить о том, что может случиться на дороге, мы ставим знак равенства состояния дорог, качества дорог, разметка, инфраструктура с количеством аварийности, хотя мы говорили, что, с другой стороны, иной раз улучшенные дороги приводят на оборот к увеличению ДТП за скоростью. Есть ли у нас сейчас в городе какие очаги аварийности, и что, какие примеры, как быть, как обойти этот очаг, что надо делать? Вот, ну, наиболее, так скажем, ярким, переходящим из года в год у нас идёт место концентрации ДТП в виде площади Капашвара. Это её в народе прозвали площадь Кошмара. Да, да, площадь Кошмаров. Вот, ну, в настоящий момент ранее, несколько лет назад, да даже уже много лет назад было применено светофорное регулирование на ней, да, ранее ещё, так скажем, в постсоветские времена она была у нас нерегулируемым перекрёстком. Это был, даже я помню ещё, может быть, из времён своего детства, что это был ужас, вот, как там происходил разъезд транспорта по мере увеличения вот этих всех транспортных потоков. Вот, сейчас мы применённо, ну, применённо светофорное регулирование тоже далеко не в полной степени отвечает потребностям перепуска транспорта на этой площади. Вот, в этом году мы планируем с администрацией, если всё, так скажем, сложится ровно, мы планируем модернизировать этот светофорный объект, во-первых, установить дополнительные секции для поворота транспортных средств, чтобы отделить потребность водителей, пытаться проскочить, да. Основной вид ДТП на них, это на площади Капашвара, это столкновение, да. Это столкновение, это когда встречный поток. Да, при встречном разъезде, да, столкновение при встречном разъезде, когда один из участников дорожного движения поворачивает, не в достаточной мере убедившись в безопасности своего манёвра, а второй участник при движении в прямолинейном направлении нельзя уменьшать, да, так скажем, умалять и вину, и второго участника, да, так скажем, официально невиновного по правилам дорожного движения. Вот, но в первую очередь, да, если бы водитель двигался со скоростью, позволяющему своевременно принимать те или иные действия по управлению транспортным средством, то в большинстве своих случаев можно было бы избежать. Очень часто эти такие дорожо-транспортные происшествия происходят в большинстве своём, именно в тот момент, когда для прямолинейного движения заканчивается, основной зелёный разрешающий сигнал светофора водители ускоряются, чтобы успеть проехать, да, и, к сожалению, вот эта спешка на несколько секунд, на полторы-две минуты, да, там, запрещающая фазы общей продолжительности, она приводит к тому, что водитель хорошо, если в добром здравии задерживается на более длительное время. Это, да, это хорошо, если в добром здравии. Сколько таких примеров было куда более печально? Да, это не только площадь Капошвара, да, вот, у нас многие такие перекрёстки, где ещё до конца не разделён встречный разъезд, да, транспорта, тоже страдают такими же проблемами. Плюс, вот, в этом году несколько у нас очагов аварийности, так скажем, ну, не вновь образованных, но где мы впервые, так скажем, будем принимать масштабные меры, да, это, допустим, у нас перекрёсток улицы Благоева, бульвара Шмидта. Да, там очень высокая аварийность, связанная как с наездом на пешеходов, так и в том числе также со столкновениями транспортных средств. В этом году до конца года будет поставлен светофорный объект. Вот, кстати, мы приедем и сказали о площади Капошвара, там когда планируется модернизация светофорного? Ну, до конца этого года, да, сейчас отыгрываются контракты, да, соответственно, будет определён график. Надо же, опять же, понимать, чтобы модернизация светофорного объекта, она требует его, соответственно, отключения от электропитания, там, да, при подключении. То есть необходимо выбрать такой период, когда будет минимальный транспортный поток, может быть, даже ночью, да, будет минимизирован транспортный поток, чтобы не создавать ни заторовых ситуаций, ни каких-либо других иных опасностей для водителей. Будет отключён светофорный объект, должен быть отключён, да, будет произведено его подключение, после этого будут производиться настройки. То есть окончание, так скажем, процесса модернизации мы приводим к тому моменту, когда светофорный объект уже полноценно работает, и настроены все, так скажем, длительности фаз на нём, да, которые будут позволять оптимизировать весь процесс дорожного движения. Юрий Сергеевич, Вы сказали, вот сейчас вот произнесли, может быть, даже и ночью. Ремонтных работ проводилось очень много, как обеспечивается и ночью в том числе, как обеспечивалась безопасность при проведении самих ремонтных работ? Ну, в первую очередь, ну, к сожалению, как и в прошлом году, и в этом году, мы получили ряд дорожно-транспортных происшествий в местах производства, работ на территории города, вот, зачастую они были связаны и с неправильным применением технических средств организаций дорожного движения в местах производства работ. Соответственно, за это организации, проводящие работы, были привлечены к ответственности. Ночью есть определённые требования, да, что по длительности производства работ, да, если это краткосрочная работа, то их можно огородить, допустим, конусами, полосу отгона сделать. Если это долгосрочная работа, да, то можно так называемыми водоналивными пластиковыми блоками огораживать, да, ну, соответственно, если ограждения остаются на тёмное время суток, да, то, соответственно, они должны освещаться, должно быть сигнальное освещение красного цвета и большинство ещё других требований, да, там, расстояние, за которое выставляются предупреждающие знаки, все нормативы отгонов, то есть, ну, к местам производства работы очень много требований, которые зачастую в спешке, в погоне, так скажем, за временем и графиками исполнители этих работ не всегда соблюдают, за что и привлекаются к ответственности. Опять эта спешка. Мы упомянули освещение ночью. Сколько дорожно-транспортных происшествий из-за отсутствия освещения, потому что это тоже немаловажно в городе? Ну... Много ли? Какой процент? К сожалению, да. Ну, в городе из-за отсутствия освещения процент, конечно, не такой, как на региональных дорогах, то есть у нас там пообъёмнее эта проблема, но, к сожалению, имеется такая негативная статистика по некачественному либо отсутствующему освещению и на территории областного центра, как один из последних примеров, вот у нас на улице Фрунзе произошло дорожно-транспортного происшествия, где пешеход в неположенном месте при отсутствии полностью освещения вышел на проезжую часть для её перехода, в результате чего был сбит транспортным средством и скончался на месте ДТП. Это очень негативные последствия наших дорожно-транспортных происшествий. Поэтому сейчас с нашей стороны ведётся работа по привлечению, так скажем, виновных в отсутствии этого света к соответствующей ответственности, да, совместно с прокуратурой мы проводим мероприятия. По данному участку 2017 года ещё была поднята эта проблематика, в том числе, опять же, уже с участием прокуратуры, но, к сожалению, сделано ничего так и не было, поэтому сейчас будет проводиться определённое, так скажем, расследование, да, на ком же всё-таки оборвалась цепочка работы об устройстве там освещения, и, соответственно, будут уже приниматься какие-либо процессуальные решения. Вы сейчас привели тревожную статистику по пешеходам. Как, на Ваш взгляд, обезопасить пешехода? Насколько мне известно, человек был абсолютно тёмный на тёмной дороге, да? Сколько раз мы говорим, у нас есть в продаже, да, светоотражающие всевозможные элементы одежды, что-то как-то себя обозначить? Ну, там получилось так, что конкретно к этому-то фактору там человек, в принципе-то, не планировал ходить по дорогам, просто это были, так скажем, доставлены в отдел полиции граждане в результате конфликта. Но тем не менее. Да, после чего, покинув отдел полиции, вот произошла такая трагедия. Вот, ну, в первую очередь, конечно, и для себя, и для детей, в первую очередь, да, рекомендуем мы применять, темно сейчас становится рано, да, соответственно, рекомендуем применять на одежде какие-либо светоотражающие элементы для взрослых. Это может быть, ну, более, так скажем, строгие просто ленты, да, вот на рукавах, на штанинах одежды, вот, какие-либо. Есть они точно так же и пристегивающиеся, то есть не обязательно прямо пришивать, да, на штанину себе эту ленту, там, ну, не то, чтобы портить одежду, но оставлять какие-то следы, да, вот. Но они же есть точно так же, так скажем, на тех же самых липучках, застегнул-отстегнул, но, по крайней мере, человека видно, особенно если человек понимает, что у него процесс движения связан с дорогами, расположенными в местности, где отсутствует исчерпывающее освещение, так скажем, оно недостаточное, да, то, конечно, водителю гораздо легче будет его увидеть при наличии каких-либо светоотражающих элементов. Для детей, в принципе, в любой местности наличие светоотражающих элементов, даже при достаточном освещении, гораздо больше их, так скажем, видимость усиливает, опять же, в связи с тем, что у ребенка гораздо меньше внимания может уделить внимание, да, для, соответственно, безопасности своего нахождения на проезжей части дороги. Юрий Сергеевич, время, к сожалению, подходит к концу неумолимо. Советы автомобилистам, если попали в аварию именно из-за некачественной дороги, куда обращаться, что делать? Ну, в первую очередь, как с любым дорожно-транспортным происшествием, да, у нас уже не первый год действует пункт правил 2.6.1, правил дорожного движения, да, в соответствии с которым водитель должен все зафиксировать, вот, убрать транспортное средство с проезжей части, после чего обратиться в ближайшее подразделение госавтоинспекции. Там, соответственно, после отбора объяснений инспектора зафиксируют место, где было произведено дорожно-транспортное происшествие, да, и что послужило его причиной. Будет осуществлен выезд и составлен акт недостатков уличной дорожной сети, после чего уже будем принимать меры реагирования. Соответственно, в судебном порядке, в гражданском порядке, потом водитель в случае, если умеет доказать свою невиновность в наезде на это повреждение дорожного полотна, да, соответственно, сможет взыскать... Я знаю, что такие случаи были, были, и поэтому не стоит отчаиваться, нужно обращаться в суд и отстаивать свои права, да? Конечно. К сожалению, не на все вопросы мы успели с вами ответить, но впереди еще ряд программ. Я напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у меня в гостях был Юрий Сергеевич Буданцев, начальник отдела ГИБДД, УМВД России по городу Твери. С вами была Ирина Чекунова, вы слышали программу «Тема дня». Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.